Сегодня исполняется 79 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Представители Росгвардии и волонтеры Народного фронта приехали в гости к ветерану тех событий Ткаченко Нине Карловне, чтобы поздравить и сказать добрые слова. Для жителей нашей страны невероятно серьезное значение имеет день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Нина Карловна знает об этом не понаслышке. Когда-то и она сама случайным образом попала в город, который спустя время был отрезан от снабжения. Ей тогда было 9. Оказалась в Ленинграде и застряла на всю блокаду в Ленинграде. Потом после войны уже я приехала. Вот Невский, Ленинград, мне это наш пятачок знакомый. Да. Вот на такой машине ездила, походная кухня. В общем, тут вся моя история. Пережила, да и видела многое. Писать свою историю от руки начала еще в 70-е. Затем по чуть-чуть в 2000-е. Продолжила в 2020-м. Отмечает, раньше много рассказывать о войне было не принято, поэтому и молчали. Голодная смерть, как мы все умирали. Вот тут все описано, сколько давали хлеба. Как вот крохотный 125-граммовый кусочек. Сейчас рассказы Нины Ткаченко перевели в цифровой формат, чтобы больше людей могли узнать ее историю. А вот я, смотрите, это вот я в Ленинграде, такая вот самая страшная. Самая страшная, да. Самый голодный. 42-й год, самый голодный. Дорога жизни. Поздравить ветерана приехали представители Росгвардии и Народного фронта, которые пожелали ей крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких. Вашему героическому подвигу нет равных в истории. Вы принадлежите к людям, которые выжили и показали всему миру пример стойкости, выдвижа, величайшей силы духа и патриотизма. Помимо прочего, Нине Карловне передали подарок нахимовцев – письма с пожеланиями. Их со всей душой готовили шестиклассники и семиклассники. Я когда-то в молодости тоже писала такие же треугольнички, тоже посылала на фронт, когда во время войны. 18 мая Нине Карловне Ткаченко исполнится уже 91 год. Ее светлому уму и ясной памяти можно только позавидовать.